Самые господа, наш самолет произвел в Басадскую аэропорту города Симферополи. Куба это остров свободы, а Крым это полуостров свободы. Сказал Александр Серегин, сын Фиделя Кастро, спускается на Крымские земли. Вот они, Крымские земли. Сейчас за нами должен приехать Кадилак, да? Да, как мы с вами... Нам положить Кадилак. Да, положить. На Кубе нас, когда мы приехали, первый раз с мамой, нас тоже встречал Кадилак. Только красный старинный. Вообще Кадилак надежная машина, она безопасная. 20 подушек безопасности. Огонь! Крым наш, да, короче? Да, привет, друзья мои, другие френды. Мы вот с Александром Серегиным, сыном Фиделя Кастро, прибыли на Крымские земли. По разным делам, но пока у нас маршрут одинаковый. Едем к общему знакомому. Алексей меня зовут. Да, да, я вас знаю по видео. Знаете, что мы едем в этот, на Газфор? А что там? Хирург нас ждет прямо сейчас. Прям сейчас? Да. Солидно все, не проскочишь. Да, 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 все, приехали, да, мы здесь. Припарковались возле реактора. И полнолуния сегодня. Снимаем один из эпизодов, эпизодов для русского реактора, но уже на кино. Мы до этого, вы все видели, вот здесь, на этом месте, как проходило куда-то удивительное, очень необычное в этом году большого. Этого показалось мне мало. Нам надо экранизировать часть, часть смыслов. И вы сейчас видите, как мы это будем, как мы это делаем. Один из эпизодов, который только что был снят нами на общий план. Ваня, выстрел! Ребят, уходим, кроме верхних! Мы наделаем его, я вижу вас сегодня, сегодня здесь. Только, что называется, сейчас сумка идет, значит, господин Норейцын. На этой площадке будет рождаться и будет, так сказать, охранизироваться, может быть, да, новая идея. Новый смысл. Да, новый смысл, да. Поговорим же сейчас. Нигде-нибудь в Академии наук, нигде сидят высоколобы люди. А простые, но простые русские парни начнут. Ребята, мы не мешаем киношникам, нет? Мы можем! Огонь! Алё, давай! Пантронов не жалеет. Да, верю. Вот в такой вот, ребята, мы попали прямо в кино, на горе Гасфорта, в Крыму. У нас не хватает костюмов, как я понял, сегодня. Больше людей, чего у нас есть костюмов. Это все вылезло, оказалось, оказалось в кадре, понимаешь? И мы, мы, мы треть, третий отца, там такие были крупняки красивые. Понимаешь, это звезда, которая все сразу, главное, чтобы до эпохи хотя бы не разрушала. Уж явно, чтобы эпоха была та хотя бы. Треть кадра просто выбросить, потому что там эти были красные звезды, наверное, на ремнях, понимаешь? Ну, мне надо, чтобы там люди заплакали. Мне надо, чтобы этот, и встали в полях миллионы крестов в разголовьях могил. Это мне надо, чтобы это все увидели. Понимаешь, мне надо вот там, и причем это надо сделать с новыми лицами, я хочу. С новыми людьми, с новыми актерами, которые никто не видел. Вот, посмотрите, машина хирурга. Пятерка эта, это пятерка? Я, знаешь, не пух, разбираюсь. Ну, что-то, что-то типа того. А можешь рассказать все-таки коротко, что мы видели это, что это снимается? Потому что для этого неожиданность, если это не тайна. Ну, все, рассказывать не буду, но если вкратце... Ну, рекламу давай сделаем фильм. Ну, здесь нет драматизм в некоторые эпизоды нашей программы. Слишком уж красиво затея. Это был Русский Реактор! Я хотел еще добавить художественного фильма. А Русский Реактор должен удивить многих. Слишком мало, чтобы на него только посмотрели там 200 тысяч человек, которые пришли на байк-шоу. Я хотел, чтобы это видео страна увидела. А что в кино будет? Такая летопись судьбы русской. Длиной в 100 лет. В один век. Ты считаешь, что в этом году это важно сделать во первом столетии с этой революцией? Точку поставить? Да, мы должны подсажены вверх поставить точку. Какой-то новый отчет начинается в времени. Россия ждет какого-то большого общего дела. Абсолютно верно. Она живет себя в предчувствии какого-то толчка, который придаст ей ускорение, который выведет этот реактор на полную мощность. Ее в нулевых запустил Путин, реактор, который уже готов был взорваться, он был остановлен. И уже как предвещало конец. Нам теперь предстоит его ввести на полные обороты. У нас должен быть революционный прорыв впереди, связанный с модернизацией страны, строительством Пятой империи, по сути, которая является реактором. Либо мы построим эту Пятую империю, либо нам всем конец. Это понятно. Уже идет война. Уже все маски сброшены. Что говорить? Это все видят. Вся эта дымовая завеса вся развеялась. Никто за нее внимание не прощает. Эту дымовую завесу под названием демократия. Война прямая. Как холодная, так и горячая. А здесь, в этом новом мироустройстве, нет места для России. Нет места для православия. Поэтому нам надо выстоять. Этот запущенный реактор вывести на полные обороты. Пусть это исходит отсюда. Из Севастополя, с горы Косфорта, от этого выстоят посылки. Нам надо то, что в мире подставить плечом президента. Из этих Жигулей пусть исходят, да? Работают. 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 Сколько летом? Ты знаешь, что здесь каким-то чудом живет. И ничего его нету. Здесь по пыли, по разбитым бухавам, по этим камням. По горам. Ни хрена этого нету, понимаешь? Включил, завел, едешь. Пусть она дребезжится, разваливается. Все на ходу. Но она едет. Вот ко мне приезжали европейцы. У нас, друзья, тоже так же, как ты сел на сервис. Он говорит, я хочу себе такую машину купить. Я говорю, ты что? Это очень дорого. Очень. Ну ладно, поехали, Вобис. Тачку твою посмотрел. Я сейчас хочу офис посмотреть, какой. Наверное, тоже какие-то сюрпризы будут, я обычно. Мне вообще пофигу, знаешь, какое, значит, вот это все, на это все мишуру. Здесь красота в этом самом месте. Само этой горе, вот эта мосфера, в этой. В воздухе, да. В воздухе, который, да, в этой, значит, в этих закатах, которые я вижу, вижу здесь ежедневно. Перед началом репетиции, либо сейчас, перед началом севок. В этом рассвете, который в этой, солнце, который вываливается, который выходит из-за горы. Освечая все, прям. В этих, иногда, тучах. Некое такое, варево. Из которого иногда вываливается серебряная дмития, в виде молний. Название красивое. Да, и сама, да, тоже. Где-то что-то такое. Залучит, как гора Гасфорта. Подполковник Гасфорт. Это тоже очень простой человек. Ладно, поехали. Погнали. Луна, вот посмотрите, какая, какая луна прекрасная сегодня. Полная луна. Да. Что-то подвеска немного так поскрипывает. Да, крест с ней. Да, да. Она и тут поскрипывает, она прям стонет. Крестит. Трещит, трещит. Мне очень нравится такое, значит. Немного бродяжей. А, значит. Способ. Никто не определил вообще жизни, значит. Это как выбор. По сути тоже я, можно сказать, бродяга. Слушай, ну теперь я понимаю твои слова, что главное в жизни это недорогая тачка. Что человеку для счастья нужно? Уж точно не дорогущий автомобиль, не теремки и хорова. У меня не один этот автомобиль. У меня здесь и камера есть, и тигр есть. Вольксваген вот этот автобус очень хороший. Но для передвижения здесь не ездит. Смотри, какая каркасия порода. Вот из этого недостроя мы сделали себе какое-то временное пробежище. А я бы его на пятизвездочный отель не поменял бы. Доброе. Центр управления полетами? Спасибо. Зачитано до дыр, да? Да, это в прямом смысле. Более того, еще у меня выписано то, что меня зацепляет. Понимаешь? Это, например, сейчас просто тоже мне там очень, здесь нравятся некоторые варианты, например, как, да, там? Да. Как реальные шедевры, которые, видишь, я здесь выписываю какие-то вещи, которые мне... Которые... Тронули? Да, тронули, да. Которые отвлеки, понимаешь? Ты ничего нового не прочитал. Ты просто находил подтверждение своим... Да, своим мыслям. Сформули над простым языком. Смотри, видишь, и блин. Знаешь, вот это обработка своим языком. Вот это то, что пришло в проект Россия в 2005 году. Это осталось за кадром все, о чем мы говорили. Ну, как бы, за кадром, пусть пока за кадром. Есть вещи какие-то, которые могут быть с больностными. На Газфорте рождаются. Ну, вот, в том числе и Газфорте. Слушай, он действительно... В полнолунии, да. Причем в полнолунии. Да. Мы с тобой когда в прошлый раз говорили... Есть у тебя цель? Она связана с Россией. И эту цель я хочу озвучить на байк-шоу. Ты говорил, что... Ты мне этот вопрос задал. Вот сейчас. Он неожиданно прозвучал для меня. Это сложный вопрос. Пусть это будет интригой. Я 18 августа тебе отвечу на этот вопрос в Севастополе на байк-шоу. Я не смог попасть в 18-го на байк-шоу в Севастополе. Да, кстати... Это мой большой грек. Извиняюсь, очень сильно извиняюсь, что я не попал в 18-го. Но мы с тобой говорили о том, что ты скажешь, в чем цель твоя. Я очень хотел вот эту идею передать всей стране. Я считаю, что у меня получилось это. Идею пятой империи. Какой-то посыл какой-то адресовать людям, которые бы о нем слышали. И, прежде всего, особенно молодым. Я хотел бы, чтобы у меня было полное поле молодежи. Поле было забито. Я чуть-чуть показал фотографии. От самой сцены, прямо до самого здания, в котором сейчас находится. 150-200 тысяч, да, можно сказать. Это избрана на погоду, на катаклизмы. Удалось что-то, что мы затевали изначально. Куда я не хотел пригласить. Хотел, чтобы ты увидел сам этого своими глазами. Это я, лох, я не попал. Да, да, да. Это... Я подтверждаю. Да, да, да. Я готов, соглашаюсь. Ну, а что, можешь попрощаться? Да, все, давайте. Ставьте лайки, пишите комменты. До свидания, друзья мои другие. Будем здоровы. За русскую победу. За русский реактор. Нет, ну все, что Леша сейчас заканчивается традиционно. Ставьте лайки, пишите лайки, пишите комменты. А как другого, конечно же, на западном. Я никак не подсчитываю, на самом деле. Вот для меня эти лайки, это живые люди. Реальность, а не виртуальный мир. Сто процентов. Я люблю реальных людей. Люблю видеть, видеть эту публику не где-то, где-то, вот, так сказать, абстрактную, виртуальную, да. А хочу видеть их в живых. Я видел. И вот мы приехали. Саня. У тебя походили, посмотрели, и увидели эту визуализацию этого реактора. Да, да, да. Художественные те картинки, которые мы хотим добавить в этот фильм, да. У нас в этом семнадцатом году мы поставили три тучи. И многие люди говорят, что хирург, смотри, в шестнадцатый год там было все очень конкретно и прямолинейно. Там было все четко и жестко в финале. Это была бы как такая точка. Когда, значит, речь шла о байк-шоу под названием Пятая Империя. Вот. А сейчас, говорит, нет. Сейчас, говорит, ты поставил три тучи. Есть некая недосказанность. Давайте за это. За вдохновение. Пусть Бог даст нам эту возможность. Даст нам ее получить. Да Бога далеко, да вы. Нет. Как говорят, Россия на земле, а Бог на неме. Россия не кончается нигде. Значит, Христос воскрес и Россия воскреснет. А здесь, это сейчас наша, тот же эксклюзив, полная, авторская работа, медовуха, местного производства, разлива. Сделан по рецепту наших друзей. Крымская? Севастопольская. Севастопольская. Да. Севастопольская. Еще более, чем крымская. Ты уже, да, ты уже, по-моему, не пив, не один стакан выпил. Но мы с Сашей ставим точку вот именно таким тогда тостом, допивая нашу медовуху. Аминь. Вот тут, как прочь ворота. Иди сюда. Вот сейчас мы здесь у ворот горы Гасфорта. Только что сегодня мы посмотрели, как идут, как идут съемки эпизодов для, для фильма «Русский реактор». И сегодня увидели сегодня саму эту гору. Сегодня посмотрели, посмотрели на быт, может быть, такой простецкий, басяцкий, в котором бывали. Выпили сегодня. Басяцкий, абсолютно. Абсолютно басяцкий. Зато мы выпили сегодня с тобой по, это самое, значит, настоящей медовухе, ручная работа, эксклюзив, который делали только, только на что здесь. Я рисковал, честно говоря, да. Рисковал. Я менял градусы и все такое. Менял ты это, он чувствует себя хорошо, когда видишь на утро, у тебя не будет болеть голова. Вот я тебе отвечаю. Пока не болит, пока не болит. И не пока, и потом. Потому что эксклюзивный продукт, сделанный своими руками, абсолютно классного качества. Как этот воздух, который здесь присутствует, как этот закат, который мы сегодня видели. Как вот даже тот рассвет, который мы сейчас встречаем. Поэтому все у нас будет хорошо. Будьте счастливы. Мы запустим русский реактор, выведем его на полные обороты. Мы построим собор. Все, иди садись в машину. Все, садись в машину и едем по домам. Крым. Крым. Россия. Крым наш. Если кто не понимает. Это был Алексей Норицын. Ставьте лайки, пишите комменты. До свидания, друзья мои, ну и другие френды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова